Доброго времени суток! Речь сегодня пойдёт о бизнес-идеях, реализация которых возможна на дому. Также такие варианты предпринимательства не потребуют больших финансовых вложений. А чтобы не пропустить ни одной из идей, которые могут подтолкнуть к открытию собственного дела, смотри видео до конца. А мы начинаем! Открытие Инстаграм-магазина Интернет позволяет зарабатывать без границ, а Инстаграм предоставит возможность сделать это в кратчайшие сроки. Для старта тебе будет необходимо позаботиться о закупке продукции. Лучше ориентироваться на что-то одно, благодаря чему будет проще найти клиента, а также не потребуется тратить средства на приобретение нескольких партий товара. Как только товар получен, необходимо позаботиться о красочном профиле и начать рекламировать продукцию как через тематических блогеров, так и при помощи таргетированной рекламы. Фотостудия Если у тебя есть возможность одну из комнат своего дома переоборудовать под фотостудию, а также ты желаешь создавать качественные фото, тогда тебе будет достаточно купить освещение и оборудовать одну из стен так, чтобы можно было делать качественные фотографии. Конечно, не забывай про фотоаппарат, так как без качественной техники бизнес-идея не будет функционировать. Теперь дело за рекламой, и тебе будет достаточно запустить акцию среди женского населения о проведении фотосессии, например, с плюшевыми медведями, которых ты сможешь купить для атмосферы, и для первых обратившихся клиентов будет предоставлена скидка. В дальнейшем же реклама тебе будет обеспечена тем, что клиенты выставят свои фото в Инстаграм и отметят тебя. Партнерские ссылки на Ютубе Если у тебя достаточно свободного времени, и ты хочешь получить неплохой источник дохода, то можешь начать снимать тематические видео по той тематике, в которой разбираешься, например, ремонт автомобилей. Сняв видео, тебе потребуется в его описании разместить партнерскую ссылку по тематике ролика, например, автомагазина, перейдя в который, клиент сможет купить необходимые детали по скидке. За каждого клиента, который перешел по ссылке и что-то купил, ты получишь свой процент прибыли, который тебе выплатит магазин. Такой источник заработка имеет нарастающий характер, и чем больше охват по просмотрам ты получишь, тем больше и заработок. Яндекс.Дзен Любое хобби, которым ты увлекаешься, можно превратить в бизнес-идею и монетизировать буквально за один месяц, и поможет тебе в этом Яндекс.Дзен. Начать ты сможешь с того, что заведешь блог на Дзене, и начнёшь ежедневно публиковать то, в чём ты разбираешься, или можешь показать путь своего становления. В любом случае, если блог будет авторским, то в течение месяца ты сможешь набрать необходимое количество дочитываний, чтобы на твоём канале появилась автоматическая реклама, а с ней и заработок, который можно выводить ежедневно. Так что дерзай! Составление эффективного расписания. Современная жизнь протекает в невероятно быстром темпе, и люди просто не успевают делать то, что запланировали на день. А если так, то ты на этом сможешь построить домашний бизнес. Начнём с того, что тебе будет необходимо зарегистрировать Инстаграм-профиль и заполнить его информацией о себе. Так как ты будешь продавать людям личные знания, то необходимо работать от своего лица, чтобы вызвать доверие. Теперь потребуется заполучить рекомендации, и сделать ты это сможешь, предложив, например, блогеру со средним количеством подписчиков составление расписания на неделю бесплатно за упоминание тебя в истории. Так ты получишь первый охват и заработок. Массажный салон. Эта бизнес-идея никогда не устареет, так как услуги массажиста всегда пользуются спросом. Но прежде чем ты начнёшь зарабатывать, предстоит пройти обучение на массажиста, которое длится около одного месяца. Получив подтверждающий документ на оказание массажных услуг, купи необходимый стол, крем и масла, и дай рекламу по городу о массаже на дому. Благодаря тому, что ты будешь работать на дому, ты сможешь значительно снизить цену, составив конкуренцию многим салонам, и тем самым получить клиентов и начать хорошо зарабатывать. Создание текстового контента. Чтобы начать неплохо зарабатывать, на написании текстов не нужно много времени или специфических навыков, а необходима усидчивость, особенно на первоначальных этапах, когда заказов не так много и они невысокооплачиваемые. Также стоит отметить, что заработать на бирже фриланса хоть и можно, но не слишком выгодно, а потому тебе стоит напрямую обратиться к заказчику. Сделать это ты сможешь обычным спамом. Тебе необходимо выбрать то направление в заработке на написании статей, в котором ты хорошо разбираешься, после чего написать по теме несколько работ, которые будут выставлены в виде резюме. А теперь дело за малым. Просто заходи на тематические сайты и отсылай на почту ВКонтакте в своё резюме. Отправишь 100 предложений и получишь 5-6 откликов. Средняя стоимость написания текста будет варьироваться в районе 90 рублей за 1000 символов. Программирование и дизайн. Сейчас время IT-технологий, а это значит, что если у бизнеса нет своего сайта, то он теряет массу клиентов. И ты можешь помочь ему и при этом неплохо заработать. Суть крайне проста. Тебе предстоит потренироваться создавать сайты на конструкторах, что возможно освоить буквально за пару дней. Также не забудь почитать, по каким принципам продвигается сайт в сети и как привлечь к нему целевых покупателей. Теперь тебе потребуется пара примеров работ, чтобы можно было демонстрировать их клиентам. Тут всё просто. Создай пару сайтов-визиток абсолютно бесплатно для нескольких магазинов в твоём городе. Бизнесменам нужны пути увеличения клиентуры, так что тебе не откажут. Как только сайты готовы, начни оказывать услуги за деньги и ищи клиентов среди недавно открывшихся компаний в своём городе. А затем расширяйся и оказывай услуги по всей стране, создав свой сайт для приёма заявок. Кейтеринг. Такой вариант предпринимательства на дому может вполне стать отличным семейным бизнесом. Но для начала стоит пояснить, что кейтеринг – это поставка готовой еды на мероприятия. Но так как мы говорим о бизнес-идеях на дому, то можно слегка адаптировать предпринимательство, например, предоставляя готовую еду на ужин или доставляя на природу. Для поиска клиентов отлично подойдёт сайт и инстаграм-профиль. Лучше всего оптимизировать интернет-ресурс под запросы «доставка еды», что позволит получить постоянных клиентов в твоём городе. На начальном этапе можно начать работать на дому, а затем открыть свой бизнес официально. Гостиница для четвероногих. Если у тебя есть частный дом, то организация гостиницы для животных – это отличный вариант для бизнес-идеи, так как он не потребует от тебя больших затрат на старте. Тебе потребуется соорудить несколько вольеров для крупных пород собак. Также в доме следует организовать комнату для кошачьих, разделённую по вольерам. Теперь необходимо позаботиться о поиске клиентов, и находить они гостиницу будут, скорее всего, через поисковые системы. Так что собственный сайт – это обязательно. Окупаемость такого предпринимательства составит около двух месяцев, в зависимости от густонаселённости города. Мыловарение. Ты наверняка слышал о мыловарении как источнике отличного заработка на дому, но тут всё не так просто, и чтобы начать подобный тип предпринимательства, потребуется обойти конкурентов, и тут тебе поможет фантазия и эксперименты. Вот тебе пример ранее сработавшей бизнес-идеи, связанной с мыловарением. Умельцы отлили партию мыла в форме женской груди, и такое мыло было раскуплено практически сразу же. Именно внешний вид, форма, добавление каких-либо ароматических элементов позволит завоевать покупателя и заработать. Продавать товары лучше через профиль в социальных сетях, а затрат такой бизнес на старте потребует около 10-15 тысяч. Магазин для беременных на дому. Открыть интернет-магазин одежды для всех крайне невыгодно, по той причине, что бороться с крупными игроками рынка крайне сложно. А вот создать небольшой интернет-магазин, например, для беременных, это отличная возможность организовать свой бизнес. Для старта тебе будет необходимо нанять швию, которая будет выполнять заказы, для начала можно ориентироваться на один тип одежды, например, комбинезоны, так как такая продукция пользуется большим спросом и хорошо покупается. Продвигая одежду через Инстаграм, в последующем можно ввести услугу индивидуального пошива, что значительно увеличит твой заработок. А на старте такого предпринимательства стоит запасти около 40 тысяч рублей. Пошив правильных подушек для сна. Давай продолжим тему пошива и затронем интересную идею заработка, которая в перспективе вполне способна принести внушительный доход, достаточно лишь начать. Также потребуется заручиться помощью опытных швей, после чего из интернета скачать план выкройки подушки, но не обычной, а удобной для сна. Такие подушки будут лучше продаваться, а также, если ты вместе с набивкой будешь набивать подушку ароматическими травами в небольших мешочках, тогда плюсом к удобству добавится и аромат, способствующий благотворному сну. Как только образцы готовы, тебе потребуется найти подходящего блогера в Инстаграме и отослать ему подушки для рекламы, а также заплатить за неё. Так ты сможешь получить первую клиентуру и начать развивать бизнес. Продажа трендового товара. Одностраничные сайты славятся тем, что их просто создать, не накладно содержать, и они приносят хороший доход, если продавать трендовые товары. Ты также можешь организовать подобный бизнес, достаточно лишь определить, какой товар в скором времени будет востребован на рынке. Для этого тебе потребуется проанализировать рынок США, Европы и Китая, так как зачастую трендовые товары поступают из тех стран. Выявив подходящий объект для реализации, тебе необходимо создать или заказать одностраничный сайт с формой для оплаты и закупить партию товара. Конечно, всегда есть риск, что товар не продастся, так как тренды не зашли. Но если продукция станет популярной, то продажи взлетят до небес. А на этом всё. Смотри другие полезные видео, а также подписывайся и оценивай видео лайком. Спасибо за внимание и удачи в бизнес-начинаниях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!